И после собрания, после служения, тоже попал за компанию с друзьями, один там 50-ник и другой харизмат, два пресс-фитера, они поехали, ну и я с ними заодно в машине пообщаться больше, и вопросов позадавать, но я еще был настоятелем храма тогда тоже, и тоже без рясы поехал, а после собрания мы приехали поздновато в Губель, и там парковка вся забита была, мы припарковались там во дворах. Пятиэтажек этих, и поэтому когда собрание закончилось, все пошли на парковку туда, а мы пошли получается туда, в другую сторону, и в этом был промысел Божий, потому что как раз оттуда там черный ход какой-то есть, и оттуда Карла выводили, охранники выходили, его выводили, и мы как раз лоб в лоб спохнулись как раз, вот тебе Карл, вот мы втроем шли. И охранники вначале нас так вот как бы так посторонили, а Карл что-то там сказал, и они не стали больше нас трогать, и переводчик переводит, и у него было слово, вот для всех троих там, всем братьям были какие-то тоже слова короткие, он сказал, а мне он говорил очень долго. Но честно говоря, то что он сказал, я тоже не согласился, потому что там говорилось, что я должен буду одеть рясу и нести слово Божье православным. Нет, я был готов что угодно, но только, во-первых, не служителем желательно, и второе, чтобы не, тем более не с православием связано было. Но потом, уже после официального выхода, когда я объявил о выходе, все, вышел, передал дела все, читаю Библию, молюсь, молюсь на иных языках потом уже, и везде были истолкования языков, пророчества, сновидения, то есть из Библии откровения об этом, то есть это с разных источников. И когда я сомневался, то пророчества были со стороны, от людей, которые не знали меня совсем, еще там спяток случаев таких могу назвать. Одним словом, буквально через полгода уже, ну через год точнее, после уже выхода, я уже рясу не снимал, уже в рясе, приехал в Украину, значит, зная, что я буду служить, хотя еще вопросов много было, но молился, даже взял пост такой очень суровый такой, необычный такой для себя, но это было побуждением, я знаю, это было побуждение не от меня даже, вот, и было слово, опять-таки слово, и было сновидение, это все сейчас тебе расскажешь даже, походу, но то, что я сейчас в рясе, с крестом на груди, там проповедую, это не моя прихоть, это не мои просто пожелания какие-то, это даже я опасался этого некоторое время и не хотел этим заниматься, честно говоря, но Бог призвал, мне нравится это сейчас, я знаю, что это потому, что Богу угодно, это точно, и что Бог хочет спасать людей, да. У меня приятель пришел из 50-ти, как он ушел в православие, и когда ему по писанию загонялись в угол, по всем вот этим вопросам, что вы сейчас нацветили, он цепляется за предание. Как с этим бороться? А, предание, вообще, в целом предание. Предание нацел. Предание бывает разное. Один из, он сейчас, кстати, официально святой уже, канонизировали его в русской цепи православной, один из известных проповедников 19 века, Филарет, митрополит московский, благодаря которому русская синодальная библия вышла, собственно, в 19 веке. Так вот, митрополит Филарет Дроздов, фамилия его была, Дроздов, значит, на эту тему очень мудро ответил. Это есть в его сочинениях, еще до канонизации, я читал, было переиздание как раз его работ. И как раз по поводу предания и писания. И он, значит, заявил так, что в православной церкви сохраняются, он говорил, как истинное предание, так и ложное предание. И то, и другое сохраняется в православии. Его спрашивали, а как нам отличить истинное предание или ложное предание? И он сказал, что любое предание, истинное или ложное оно, проверяется писанием. То предание, которое противоречит духу и буквы писания, является ложным. От него необходимо будет рано или поздно освобождаться. То предание, которое не противоречит духу и буквы писания, является истинным. Его должно там как бы сохранять и предавать дальше. Но сам филарет, конечно, в XIX веке в условиях царского самодержавия, когда государь-император был первым лицом в церкви, не имел возможности никакой на какие-то реформы. Но уже в начале XX века появилось обновленческое движение, в том числе и здесь, в Нижнем Новгороде, которые заявили, что необходимо пересмотреть отношение к преданию и к писанию. Знаете, священники многие у нас убеждены. Очень многие. Я и в России, и в Украине встречаю много разных православных священников. Это вера меня просто, скажу так, просто удивляет. И я не могу даже понять, как я раньше сам в это мог поверить вообще, верил. Вера в то, что якобы мы создали Библию. Мы, как церковь, мы создали Библию. Мы отобрали, отсеяли, редактировали, составили. И вот теперь Святая Библия, да, Божье Слово, но это наш труд. И если, понимаете ли, понимание такое есть, что если мы создали Библию, то мы можем ее и менять, мы можем ее слушаться, можем не слушаться. Это наш плод. Да, это не без Духа Святого. Ну, так как и все остальное. Как и это, допустим, тоже. Но самое интересное, если Библию мы создали, тогда да, тогда это правильная позиция. Но если она Богу вдохновлена, она Богу вдохновена, тогда нет. Вопрос такой, что первично, курица или яйцо? Слушайте, интересно, что если Библия, она первична, тогда другой, вы запомнили, да, филарет московский, на него сошлитесь обязательно, потому что раньше, когда я об этом говорил, еще в 96-м, меня, знаете, затыкали. Меня затыкали тогда. Ну, я как бы сам еще не очень, как бы, ну, может, был смел где-то. Меня затыкали в Москве, по крайней мере. У этого Сергия Слашегорского не он сам, а, ну, возле него священники, что он не святой, он, да, уважаемый, но он не святой, как бы, и, примерно, не очень убедительный. А теперь, прошли годы, его канонизировали, теперь для них уже другой, другая весовая категория. Теперь я могу сказать, что вот святитель, филарет московский, сказал то-то. Понимаете ли? Теперь уже, просто, меня уже не могут футболить уже. Другая интересная личность тоже в православии, тоже стояла на позициях реформаторских таких, но это еще через сто лет после Лютера. Это патриарх Кирилл Лукарис, известнейшая личность. На Востоке, это ученик еще Галилео Галилея, это очень интересный ученый и монах, и священник. Он был долгое время патриархом африканским, александрийским, каирским. Потом он был патриархом вселенским. Будучи африканским священником, он бывал в Западной Белоруссии, в Украине, в Бресте был, в Киеве. То есть, он очень много по тем временам путешествовал. Это, получается, конец 16-го, начало 17-го столетия. То есть, уникальный был человек, на самом деле, богослов. И вот, став патриархом вселенским, он издал, так называемое, «Восточное исповедание христианской веры». Книга. В 1631 году. «Восточное исповедание христианской веры». Он был уже прихон на годах. И вот это издание, оно потрясло тогдашнее не только правоставный мир, но и католический. Это было через, получается, больше, чем 100 лет после Лютера, после начала реформации. 1631 год. Но, правда, он долго не пережил эту книгу свою. Его в 1938-м уже казнили. По приказу султана турецкого его арестовали, и его казнили. И казнили, также репрессировали других учеников Кирилловых, священников православных, сторонников реформации на Востоке. А Кирилл Патриарх, в чем была сенсация его книги? Он написал, что церковь может заблуждаться. Вот есть такая вера неправильная. В то, что нам говорили, что церковь не может заблуждаться. Все по отдельности можем. Минус, 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 но все вместе плюс. Не может быть. Так вот, вместе не можем заблуждаться. А Кирилл Патриарх, он писал так как раз, что церковь может заблуждаться и избирать ложь вместо истины. И он дальше пишет, что же позволит церкви не заблудиться. Слово Божие, дальше пишет, на Библию, что это есть ориентир для церкви, как не избиться с курса. Если мы заблудились, то чтобы снова найти нам правильный курс, нужно Слово Божие. Так что, вот скажу, что из отцов церкви многих, хотя предание, брат, это хорошо, что вам вопрос такой задали. По сути, он, если мы решим этот вопрос, все остальное будет как семечки щелкать вообще. Потому что это на самом деле твердыня в разуме, бесовская твердыня в разуме. Миллионов людей. Это, скажу, что если бы в 96-м эта твердыня не рухнула в моем сознании, я бы до сих пор ходила махал бы там на приходе у себя и покойников отпевал бы. Потому что, если бы она не рухнула, я не знаю, ну, страшно, одним словом даже. Как в той песне появился, пелось-то, «Представь, страшно мне теперь, что я бы не тува открыл бы дверь». Но, знаете, есть дверь Иисус, слава Богу, все остальное это подделка. И, друзья, по поводу предания, значит, понимаете ли, преданием, вот если, вот, положа руку на сердце, сегодня называют все подряд вообще. Вот на сегодняшний день все то, что существует в православии, говорят, это предание церкви. Но, знаете ли, все-таки Филарет Дроздов правильно сказал, предание преданию рознь. есть нормальные предания, а есть такие, что хоть, хоть, хоть падай. Ну, нормальные предания, допустим, примеру, ну, как, допустим, вот грибы, грибы, да, они есть ядовитые, есть съедобные, а есть условно съедобные. Можешь помереть, а можешь не помереть. То есть, ну, как приготовишь еще, да? Вот как бы, и вот то же самое с этими учениями. Есть откровенные ядовитые. Вот то, что я называл там, вот это, допустим, это мухомор, будем так говорить. Это сразу идете, видите, все, оно вам не нужно. Сразу проходите мимо. Это опасный гриб. Его глотанешь, и все, и привет родителям. Ну, знаете, значит, есть другие. Есть условно съедобные грибы. То есть, они как бы, предания, которые, они вроде как бы и безопасны, но кто его знает вообще? Здесь. А есть предания хорошие. Вот пример такой, чтобы было понятно. Пример. А разные, а разные, какие разные предания? Кстати, для меня это было очень, даже, ну, болезненным примером в свое время. Потому что я много читал, и много переживал по этому поводу тогда. В 96-м, по крайней мере. У меня в храме, ну, не только в моем храме, но в моем храме это тоже много было разных икон, висели эти вот, и большие эти образа. И вот там, с одной стороны, этот, кто там, Иосиф Волоколамский, Иосиф Володский, Московский, Святой, с другой стороны, Нил Сорский. Два разных святых. И тому, и другого учения, это предание церкви. И тот, и тот, святые, с нимбами все висят. И они, современники, жили в одной пуху, в одно время. Вот. Но самое интересное, знаете, я порой, так говорю, порой по-хорошему завидовал, думал, бабушкам, которые особенно не вникают, что же это за люди вообще, не знают их учений, свечку, и тому свечку, поклон там, и тому свечку, и поклон тоже. Значит, все как бы, понимаете ли, как на Руси говорили, что не поп, то и батька. Все нормально. Но, понимаете ли, эти, на самом деле, я-то знал прекрасно, еще из семинарии, и тем более, тогда читал, я много интересовался, они учили диаметрально противоположному, вообще. Настолько далеко зашло все у них, в их вот, ну, как бы, конфликте, что даже они один другому, по-моему, даже обоюдно, отказывали, вправе называться христианином даже. Доходило до того, что, ну, Иосиф точно, он такой был, упертый был. Один из них были споры, и придут споры такие, что, ну, скажем так, даже собор, в московский собор, который собрался ради их вот этого спора, как бы, собственно, 1490 год, да, московский собор ничего не решил, по сути, потому что они остались при своих мнениях. То есть, собрались братья, порешили, но они разъехались со своими мнениями. Вот, ну, допустим, там их много-много этих, мы как-то со студентами сидели, вот, взяли эту тему и в колледже Якова, и, значит, составили график такой, вот, значит, и с одной стороны написали Иосиф Володовский, с другой Нил Сорский. И по пунктам, мы там больше 20 насчитали, вот таких, прямо противоречащих друг другу учений. Допустим, Нил Сорский, Нил Сорский, это как бы, как евангельский, можно сказать, мыслящий человек, потому что Нил Сорский считал о Библии, мы первым записали о Библии как раз. У меня даже слайд-шоу как раз на эту тему там как раз вот есть, но это уже для полного курса такого, слайд-шоу. Значит, и там Библия. Нил Сорский считал, что мы само учение христианское можем узнать только ли не иначе, как только лишить Слово Божие без Библии. И он считал, что Библия, эта книга не для служебного лишь пользования, церковного, а она книга для всех. И для простого человека, и для священника, для монаха, для всех. И он считал, что это слово нужно для людей, на понятном языке разъяснять. Иосиф Оловский прямо противоположно. Даже в своей книге, значит, как, вот ее перездавали-то опять, не так давно, Просветитель называется книга, Просветитель. Кстати, издали, не знаю, как в этот раз, предыдущий раз, когда перездавали ее, ее издали с последними главами, которые в советское время считали, как бы, как раз вот именно, значит, как бы, как назвать это, подручным материалом атеистической пропаганды. То есть, лекторы обычно по атеистической идеологии используют как раз вот эти главы последние. Там как раз об инквизиции, как нужно еретиков сжечь, там, с них кишки выматывать, как надо там заставлять их отрекаться от ереси, как, значит, там их надо дымом морить. То есть, короче, это там Иосиф Гебельс отдыхает вообще. То есть, там конкретная инструкция для борьбы с еретиками. Вот, это святое право на церкви, представьте. Вообще, ну вот, значит, и он считал, что, Иосиф Волоский считал по Библии, по поводу Библии, что Библия это книга только лишь для священнослужителей, при том, даже только лишь высокого ранга, и она лишь для служебного пользования, чтобы в храме ее могли люди только лишь целовать, только лишь внешнее почитание, а разумение им не нужно. Разумение даже священники и должны объяснять кое-что, но лишь в порциях, которые позволительны, как бы, все, ну, так я в общих словах. И они не соглашались друг с другом, абсолютно. Вот, по поводу инквизиции, Иосиф Волоский, он святой православной церкви, но он, ну, точно неизвестно, это на Западе, там, все очень четко не подсчитывали, сколько сожгли, сколько там повесили. У нас так на глазок, на прикид, но шла речь о тысячах репрессированных в Иосифово-Балакаламском монастыре под Москвой, Спасо-Ефимовский монастырь, это, значит, тоже центр инквизиции, это в Суздале Владимирское, значит, это просто, ну, как бы, монастырь, который профилировался на пытках, значит, на убийствах, на допросах, на заточениях многолетних, десятилетиями людей морили, значит, там, дымом морили, знаменитого, дымом моренных, когда, значит, делали душу губки, в камеру забивали много людей, а в подполье разжигали огонь и забрасывали его потом, листвой или чем, и дымом коптили людей до смерти, ну, до полусмерти, а потом вытаскивали, допрашивали, потом снова туда, в копоть. То есть, как бы, значит, ну, это все, понимаете, значит, святой православный церковник, понимаете, вот, он считал, что это борьба с ересью. А, значит, по поводу инквизиции, Нил Сорский, который за Библию выступал, как раз, как книгу учительную, он был противником, как раз, он убеждал, что это не наши методы, вот почему он говорил, что, вот убивая людей, так моря их, убивая их, ты не имеешь даже морального права называться христианином, вообще, христовым. А тот говорит, ты не Христ, потому что ты не слушаешь церкви, а кто не слушает церкви, тот мне, как язычник, мотарь, значит, ты как язычник, мотарь, мне все. Все, понимаете, значит, разошлись, как море кораблей. Рабовладельчество. Нил Сорский, который евангельский, так мыслящий, так был, такой брат-то, старец этот, он как раз был, ну, не противником рабства, в таком прямом, это не был там, не знаю, знаете ли, Аврам Линкольн, но, по крайней мере, он не эксплуатировал христианство, а, наоборот, кормил христиан, был как раз голод, наступил потом голод, страшный на Руси, вплоть до ганнибализма доходило даже, а почему, потому что конец света, ну, ожидался в то время, и он не состоялся, понимаете, и подъели все запасы, то есть семян почти их и не сохранял, потому что, ну, ну, никому в ум не приходило, что, как бы, будет потом жизнь, дальше. Кроме евреев и кроме еретиков, наслушившихся евреев и пропаганды, ни у кого семян не было. Но самое интересное, неудавшийся конец света списали опять-таки на кого? На евреях. Это история невероятная. 1492 год, это тоже, кстати, история такая, и смех, и грех, что называется. Вот, с одной стороны, ну, как бы, мало смешного, конечно, поначалу-то, потому что, поначалу была дезинформация. Вот, когда Русь приняла христианство, когда началось в крещении Руси, так, с Киева-то, 988, да, 10-е столетие. Так вот, и во всех книгах богослужебных была пасхалия обозначена, время празднования Пасхи, в какие годы, когда там совершается. Во всех, ну, именно богослужебных книгах, при переписи, это все сохранилось. И вот во всех этих книгах, которые на Русь пришли, было обозначено, что свето-представление, то есть, конец света, будет представиться свет, в 1492 году, конец будет света. Вот, когда Русь приняла христианство, оказалось, это очень далекая дата еще, то есть, впереди еще, на наш век хватит, вот так вот, и еще внуком останется, и время еще немедленное. Но время-то шло, и вот, представьте, когда наступило то самое время, это в Европе, там, Ренессанс, Возрождение, Леонардо, там, Микеланджело, у нас было не до этого, у нас все люди были в ужасе, в шоке, и ждали конца света. Знаете ли, поэтому у нас Ренессанса не произошло. Значит, но, хотя, хотя были реформаторы, вот, Нил Сорский хотя бы, Заволжские старцы, Васям Патрикиев, Данил Косой, там, другие, там, были реформаторы свои, ну, и всех потом поубивали, фактически. Кроме Нила Сорского, он умер своей смертью, просто не дожил до костра. Вот, а потом его святы поканонизировали. То есть, такая история интересная. Вот, и в 92-м, понимаете ли, ждали конца света. Как раз совпало, что пал Константинополь в середине каком-то 50-х, каком-то там, четвертым реком, так, пал Константинополь, значит, храм Святой Софии, при мудрости, значит, да, в Константинополе, главный храм православия, стал мечетью, и говорили, о, султан Магомед этот, въехавший туда, значит, это Антихрист, все, значит, в святом месте, теперь, значит, уже, как бы уже все мерзость, все, значит, и точно конец света, православие рухнуло, все, третий Рим, о, не третий, а второй тогда еще, Рим пал, все, значит, уже, это потом уже, как бы уже такая присказка такая появилась, что третий Рим еще появился, вот, но как бы тогда шла речь только лишь о двух Римах, древний и вот, так бы, новый Рим, и вот, и наступил 92-й год, католики, кстати, католики, обычно православных обвиняли всегда в те времена, что вот вы, схизматики, и у вас неправильные, ну, раскольники, проще говоря, вы раскольники, и у вас неправильные, раз вы откололись от католицизма, у вас неправильные возникли вот эти вот, ну, ожидания, конца света, допустим, а дня и часа, Господь сказал, никто не знает, но в православе обычно говорили так, отвечали, как бы, нашим католикам был такой обычно, что дня и часа мы не знаем на самом деле, но год мы знаем точно, официально, а день был назначен неофициально, но опять-таки, даже день назначенный говорили, мы не знаем дня и часа, да, но все-таки большинство ожидало на благовещение, хотя до самого конца этого 92-го года, то есть до начала сентября, до середины сентября, по нашему исчислению, ожидали конца света, но он не наступил, вот, кстати, монахов в это время появилось немерено, люди многие, ну, решили последние месяцы жизни, цивилизации, провести монастыря, а потом, когда свет продолжался, знаете ли, появилось много беглых, всякое было дело, наступил голод даже, голод, шутка, шутка, голод, и, значит, вот так и так, кстати, интересно, теперь это, моя версия, моя версия случившегося, по старой пословице, слышали звон, да не знают, где он, или как испорченный телефон, по всей вероятности, какое-то пророчество было, я так думаю, потому что слишком много для совпадения, как раз в этом году, какое событие произошло, для цивилизации всей, очень важное, для развития всей человеческой цивилизации, планетарного масштаба чуда, было в этом году как раз, ну, из всеобщей мировой истории, Христофор Колумб, открывает Америку, то есть, человеческая цивилизация развивалась на одном лишь полушарии, это если с мозгом сравнить, как бы только лишь одно полушарие работало, представьте, значит, да, человечество развивалось на одном полушарии, и ничегошеньки не знали, что есть второе полушарие оказывается, представляете, интересно, и вот в 92-м Христофор открывает, значит, Колумб, Америку, правда, он так и не понял, что он открыл, достало все Америке в испучине, значит, когда ему все лавры достались, а то была бы Колумбия сейчас, Северная, Колумбия Южная, но как бы, вот так, но я считаю все-таки, что вероятнее всего было какое-то пророчество в ранней Византии, не о конце света вообще как такового, как мира, а о конце старого света, начале нового света, что будет новый свет обнаружен, потому что слишком много, тем более Колумб сам прям буквально подгонял лошадей, что называется, к этому открытию, то есть как бы очень похоже на то, что было пророчество, и человеческий род открыл для себя второе полушарие, представляете, стало, да, мир развиваться совсем по-другому, время великих открытий, время, значит, наступило очень, очень интересно, да, и из-за несостоявшегося конца света, значит, начались потом бунты, самые, как говорится, широкие массы трудящихся, разочаровались в православии, представьте, это получается, что в столетии верили, что вот будет конец света, а его не состоялось, это получается, что либо католики правы, либо евреи правы, кто же прав, но мы не правы, начались депрессии, убедить население в правильности православия удалось только лишь кострами, дыбами, репрессиями, значит, и снова все началось по-прежнему, хотя один новгородский полп, Агафон его звали, он подсчитал как-то тогда, и получилось, что якобы конец света, значит, отпадывается на 70 лет, но его уже не слушал никто, он пасхалю прочитал на 70 лет вперед, но его уже не слушали, ну, были наверняка какие-то последователи, но в целом уже было решено на тысячу лет вперед продолжить пасхалю, чтобы больше не было такой ошибки, то есть хватило одной вот такой страшной ошибки, с тех пор в православии конца света не назначают, то есть вот был один раз случай такой, но как бы уже хватило, хватило, да. Вопрос, если, допустим, с разговаривания, да, с православным, он говорит, все, вот сюда же, за один раз приходил, или два, ну, я понимаю, вот здесь, а вот я, у меня бабушка ходила, дедушка ходила, я все равно не пасхалю, я говорю, а ты, кому вы, ты икона, нет, я не икона, я вот смотрю, представляю Бога, что ему сказать, так, чтобы вы там были, чтобы действительно, как-то человек изменился, что-то, я говорю, писание, про Славьи Георь, писание, ну, да, я знаю, да, но вот, все, хоть собираешь, и никак, кто-то не читает. Ну, да, как правило, не читают, даже священники, к сожалению, не читают. Говоришь, там, открой, почитай, а это кто? Это что, это про Славьи Георь? Не, я не говорю. Скорее всего, это человек... Что нужно сказать, что он просто рядовой, он точно не служитель, а он... Я понял. Скорее всего, этот человек, он вообще не возрожден еще, скорее всего. Он говорит, я вас хожу в храм, у вас был еще у вас, там я прям лезь, в Галерии, там, там, такой клуб. А, да, 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 да. Я чувствую еще, какой-то присутствие, а у вас какой-то, как он сказал, кружок поинтересный. Ага. Фан-клуб. Ну, да. Вот. Особенно, в славянском мире, есть своя такая, как бы, как сказать, менталитет, славянском такой еще раз, он очень душевный, им нужны такие, эмоции такие вот, как бы. Вот если почувствую, значит, оно там есть что-то, а если нет, значит, а вера, она не от этого, настоящая вера, а вера от слышания, от понимания, осознания, принятия слова Божьего. Это понятно, вот, как вы там были, что, молодой человек, какой долг, что, как бы, маленько, хотя бы, вам пришлось сказать, слушай, ты вообще неправильно ходишь, ты вообще не ходи туда, там, внизу, там, гроба, там, мощи, там, что я не хочу сказать? Можно и так сказать. Я стараюсь вообще не с этого начинать. Все разговоры с правоставными, вот, такими прихожанами, там, захожанами, я обычно начинаю, вот, именно, вот, просто с Евангелия, вот. Если человек примет Христа, Иисуса, чтобы человек осознал, что, я даже говорю так, если ходите к себе в храм, ходите, но осознайте эту вещь. Вот моя теща, мы уже вышли уже с женой тогда, а она еще, ну, прихожанкой храма этого являлась, ну, того, где она живет, в Солошногорске, там, в Московской области, значит, и своего храма прихожанкой, все, значит, но, самое первое, я понял так, что нужно принять Иисуса, как своего спасителя, и Библия, как Божье Слово, остальное, она ходила, но уже, другое отношение, я уже, говорит, уже не могу уже, сами люди признаются сами, и не только по тещи это вижу, по другим многим православным, ходят в храм, но я уже не могу молиться, ни тому, ни тому, я вот только лишь к Богу обращаюсь, к иконам уже не прикладываюсь уже, даже если там замечания уже делают, а что ж мне не целуешь иконы, ну, мне это не надо, вот, главное, чтобы было принятие Христа, Иисуса, как спасителя своего, и Божьего Слова, как именно Божьего Слова, вот, позавчера, получается, мне звонила, как раз, одна сестра, православная, прихожанка одного храма, вот еще в Брянске, и у них там кружок такой возник, они читают Слово Божье, некоторые, я так понимаю, ходят в храм еще, некоторые уже не ходят в этот храм, но православные себя считают, вот, самая основная проблема, неважно, хоть для священника, хоть для прихожанина, в том, что нет как такого, как такового, нет учения в православии о рождении свыше, о спасении, вот, священника спроси, обычного священника, вот, батюшку, как спастись, в чем путь спасения, как правило, не знают, ну, общими словами обычно, вот такими, как бы, знаете ли, отделываются, говорят, ну, ходи в храм, праздники соблюдай, да, там, дело добрые дела, значит, веруй, да, ну, веруй, все верят, и бесы верят, ну, как же правильно верят, они не знают сами, вот, значит, ну, все это вот вкупе, как будто бы это спасет, нет, а что можно еще сказать, я думаю, Бог даст слова какие-то определенные, я стараюсь в таких случаях, если человек ходит именно в храм, ну, стараться говорить то, что, ну, Бог даст, иногда Бог даст, что-то сказать, вот когда после я с вами разговаривал, спорил, как раз, пришел вопрос о том, что вот, о хрещении детей, конечно, мы тоже, но свез вопрос про рождение свыше, ты рожден, свыше, как это будет, я не конкретно дал листописание, он даже с ростом направил, вы посчитаете, про рождение свыше, это вот с ним, ну, 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 вот люди вот именно спрашивают, ты там, а ты спасенный, ты рожден свыше, ну, да, задумайся про это, возьми, открой, посчитай, просто открой, посчитай, что ты проявил, ну, да, вот, и по поводу баптизма этого, баптизм, бедобаптизм, да, тоже вопрос такой, что, считают так, что раз уже младенчество был крещен, уже христианин, уже все, так считают, да, так считают, даже когда вот крестят младенца, допустим, да, его тут же мажут миром, и священник говорит, печать дара Духа Святого, все, печать дара Духа Святого, все, и говорят так, что одни миром мазаны, все, вот как бы все, получается, уже крещен Духом Святым, вот только родился, его уже, и водное крещение, и духовное крещение у него, у него все есть, все, он уже, уже христианин, уже православный, ну, опять-таки, пародия, пародия на настоящее, жалко, конечно, очень даже, что так все происходит, то есть настаивать, чтобы открывал просто Библию и читал, и все больше, как-то побудить его читать слово, обращаться к Богу, знаете, мне вот, допустим, когда говорят, православные многие, вот сейчас встречаю, сейчас уже сам удивляюсь, конечно, раньше жил этим тоже, говорят, вот мне там Матерь Божья помогает, мне там Серафим Саровский помогает, мне там еще, вот, порой тоже не знаю, что им говорить, я обычно так начинаю говорить, знаете, давайте воздадим славу Богу, славу Богу, стараюсь, вот, они говорят, там, Богородница помогает, что-то еще помогает, икона помогает, я говорю, слава Богу, слава Богу, давайте Богу, ну, если человек, я заметил такую вещь, если человек готов Богу славу воздать, это очень хороший знак, но если он упирается, и никакой нет, не Батерь Божья, все, значит, это уже очень плохой знак, это уже, значит, видимость, вот эта трясина оккультизма религиозного, вы пример приводили, что на каком месте ставили, что Христос был на послании, да, да, пример такой, да, да, очень серьезный, это не у нас, не в православии, у католиков, но там то же самое фактически, у нас Христос владенец, на иконе посмотреть, ну, да, да, кто такой Христос, ну, ну, вот ребенок, которого держит, ну, да, один священник, бывший традиционный католический священник, у него там стенгазета, и было как бы, как рейтинг святых, опрашивая прихожан, ну, анкетирование какое-то там, понимаю, кому больше молятся на протяжении недели прихожане, короче, Иисус Христос был один из последних где-то там, то есть, да, а потом, слава Богу, что священником стал учитель народ, учить, 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 и все-таки зависит от того, каков поп, каков поп, каков поп, таков приход, и уже, Иисус уже был на первом месте уже, да, но это не вся была реформация, то есть, вот смотри, реально получается выход, попросить с ним, что, давай, когда, там, вот, иконы, там, молитва, там, море, попросить, давай мы с тобой помолимся, к Богу, к Богу, непосредственно к Богу, да, если он, допустим, согласен со мной помолиться, это уже что-то, конечно, это уже, это выход, это победа, споры, они ничего не давают, скажи, давай, 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 давай помолимся за твою семью, Бог, не будем молиться, день Марии, не будем молиться, давай Богу помолимся, да, это выход, реальный выход, и вообще, я заметил, на самом деле, когда человек, он готов, вот, принять спасителем, Иисуса Христа, вот, своим личным Господом, вот, все меняется, абсолютно меняется, все как-то на полочке, ну, правильно становится, тогда в сознании, а до того, просто каша, просто, в голове просто каша, реальная каша, не разберешься, это как, допустим, игра в пирамидку, да, много всяких фигурок, но без этого стерженька, как бы, оно просто все, валяется, все, а вот стержень Иисус должен быть, на него уже нанизываешь, все понятно тогда уже, ради чего все это, да, эти книги, которые читают, это как красивые картинки, каждый занимает то, что ему ближе, то, что он, ну, да, результат, это последствия крещения Руси, а в нем ни о чем, ну, да, а по поводу крещения, по поводу крещения Руси, вообще, вот этот, Николай Висков, русский писатель, Николай Висков, он как писал, Русь благодать крещена, но не просвещена, крещена, но не просвещена, а о самом крестителе, Владимире Князеве, он что, писал, что он, говорит, принял христианство, но не принял Христа, вот именно принял христианство, как религию, да, но не принял Христа, как своего спасителя, Господа своего, ну, вот, ой, к сожалению, да, это, вот, как бы, оно по цепочке идет, неправильное основание заложено было, и оно как бы продолжается, вот сто лет назад была попытка реформ, конечно, вот, чуть больше сто лет, меньше уже сто лет назад, двадцатые годы, особенно, время НЭПа, вот, новая экономическая политика, советское государство, там было, и свободу совести было объявлено, как раз, и было пробуждение большое, такое, духовное, во многих регионах, и здесь тоже по Поволжью было большое пробуждение, и среди православных было движение обновленческое, такое, но, пока это очень робко еще, вот, вопрос такой, вы много общаетесь, протестантских, да, рассказываете о том, о своем жизненном опыте, да, как вот люди понимают, что, что пришлось вам пережить, через что пройти, через, иконопочитание, да, то есть, для многих же, которые родились в харизматической церкви, да, или в фатистанской церкви, жили, для них это, как бы, абстрактные вещи, и то, что вы говорите, может быть, даже, ну, просто не понимают, о чем. Ну, до конца, может, не понимают люди, многие, ну, понимают те, наверное, кто сами в этом был, особенно, знаете ли, как, допустим, рассказ бывшего, допустим, алкоголика или наркомана, не поймет, как правило, человек, который сам раньше не был, в этом всем, вот, или, допустим, если он там сам в тюрьме не сидел, да, не знает вот этого криминального мира, он не поймет до конца свидетельства брата, который был в этом всем, то есть, ну, и так во всем, абсолютно во всем, то есть, как бы, вот, обычно это так происходит всегда, и мое свидетельство, я считаю, оно нужно для всех, вот, Иван, если верующий тоже, почему? Потому что, в целом, народ наш, в целом, вот, именно большая часть жителей России, это православные, номинально, по крайней мере, или же религиозные, но православные, даже православная культура, или культура образующая православие, считается здесь, поэтому, вот, все-таки, эти вещи надо знать, и даже, если, допустим, ты, вот, был спасен протестантской церкви, да, и возрастал в протестантизме, но, и не знал, не ходил никогда в православный храм, но, все равно, на работе, на улице, везде, при благовестии, встречаешься с людьми, которые, так или иначе, либо захожане, какие-то храмы, либо прохожане, какие-то, либо прихожане, либо уже воцерковленные там православные, но, это очень, скажем так, насущно, очень насущно, и очень важно, и, тем более, ну, я, по гражданке редко так, в основном, в ряде все-таки стараюсь учить, почему, потому что, люди потом даже и, знаете ли, охотнее молятся за православие, молятся за священников, молятся, я верю в это, что это очень Богу угодно, и очень хорошо, меняет отношения свои, молятся, и, конечно, моя главная тема, история христианства, почему еще она для меня главная, потому что, знаете, я рассказываю даже умышленно порой, в лекциях такие вещи, которые малоизвестны, которые интригуют, которые, ну, проясняют сегодняшний день вообще, что сегодня происходит, и тогда, и тогда, я думаю, что многие христиане, даже если евангельские протестанты, допустим, да, то это поможет многим протестантам не попасться в заблуждение, как бы держаться, знаете ли, Христа, держаться Библии, потому что, ну, все-таки, чего греха таить, но многие люди называют себя протестантами, но, по сути, очень, не так много, на самом деле, которые, ну, держатся Христа, и держатся именно в Писании, как именно Божьего Слова, да. В православный храм можно заходить? или нет? Пока больше. Ну, там же, это самое, там мощный. Да, заходите, я не знаю, если хочешь. Ну, то есть, ну, нельзя прививаться, да? Это уже... Проще говорить, нельзя, нельзя, здесь... Прикладыч, ты пошел, вставался, если ты сходил, ты сам так пошел. И делай то, что я вам делаю. А, он предлагает, да, зайти в храм? Я тебе был, а ты теперь со мной сходи. А, если с ним идешь, это другое дело, если с ним идешь. Вот, но, если с ним беседуешь, да, я, в принципе, бываю, значит, и в традиционном православии, вот, бываю в храмах, но обычно, если я прихожу, то у меня потом надолго, опять, тема проповеди есть, знаете ли, потому что, вижу каждый раз, ну, как люди, ну, просто, погибают, просто невероятно погибают. Иногда начинают беседовать с людьми, но не то, что там специально агитируют, где-то в храме, но, так, слово за слово, и, но Бог сохраняет, потому что, значит, бывает, что там, служители церкви, некоторые реагируют неадекватно. А в некоторых церквях, но не здесь, а вообще, в некоторых городах, мою фотографию даже нам повесили в списке, такого, что, да, это, типа, осторожно, ахтунг, 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 там, столько рук, да. Да, Сергей, я вот хотел спросить, я вот сам нищий, я в Киеве, служение, освобождение, в Ковастане, да, именно за это, но это район, что было, не знаю, храм, на территории больницы, где дворец спорта. А, ну, да, я знаю, мы там арендуем неподалеку. Как бы работаем, если сравнивать, нет, вроде работаем, но вы много говорили, вообще, что происходит. Ага, ну, да. Он прилагает к месту, и это работает. Да, вот, брат, на вопрос по поводу служения, освобождения, да. То есть, да, вот это. Да, но, опять-таки, это работает, но, к сожалению, не библейский работает. К сожалению, очень много там, понимаете, белая магия, она, религиозная даже магия, она может помочь, и помогает многим, на самом деле, помогает, но она не на пользу, по большому счету, она не на пользу, она, как ни странно, наоборот, отводит людей от Бога. И, потом, человеку, очень трудно, вообще, вот, спастись, найти путь истинный, потому что магия, она имеет свойство, знаете ли, запутывать. Вообще, по-еврейски, вот это слово, бабель, бабель, вавилон, великоблудница в Библии называется еще Вавилоном великим, да, вот, модель религиозного, отступнического христианства в Вавилоне. По-еврейски, бабель, бабель, это, буквально, как бы, заблудившийся, запутанный клубок, завязанный узел, который нельзя развязать вообще. Это как Иван Сусанин, уйти в дебри и не выбраться уже оттуда. Даже, даже выражение такое есть на еврейском, леид бальбель, то есть, это, это все, гибло дело, он зашел и в дебри, и не вылетел, он заблудился. Значит, и, Вавилон, то есть, Вавилон, это, почему названо было Вавилоном, потому что, это запутанная религиозная система. И, в православии, используется, не только черная магия, но и белая магия. Не только, оккультизм, как бы, такой вот, именно, черный, но и белый оккультизм. То есть, вроде как бы, к примеру, на вычетку, вычетку от бесов, то есть, за людей молятся, но, каким образом, это не во имя Иисуса Христа совершается, и не евангельским путем, а вот, опять-таки, крестом, там, святой водой. И они против воды, но против того, чтобы ей придавать магическое значение. Понимаете, вот, значит, что вот именно, она сама, вот сама по себе вода уже освобождает уже. А по сути, люди так и верят, живут такой верой. Вот, в Киеве, кстати, там же вот, значит, я бывал в этом храме не раз, бывал, мы там, кстати, арендуем неподалеку тоже помещение, зал для служения Нагловской, тоже Нагловской, 1-го майского 6. Значит, и в этом храме часто бывал, да, значит, и, значит, с этого храма к нам тоже приходят иногда прихожане. Когда я пастерствовал там, в Киеве, то с этого храма к нам, ну, регулярно заходили прихожане, женщины некоторые. Они у себя на службе там постояли, на литургии, потом к нам приходили на вот эти общения, беседы там, и прочее. И вот священники, которые занимаются этими вычетками, за исцеление молятся, а бесы освобождают. Скажу так, им самим надо освобождаться. Вот, это мало того, что им самим надо освобождаться. Один из этих священников, там очень популярный тоже святой, такой, как бы при жизни уже его, учительный святым, объявляют. Значит, он, значит, на другом берегу, на левом берегу проводил там тоже служение. Там, значит, что я помню, женщину одну подвели к нему, там много дыма, кадила в этом, значит, фарбочек свой дает, и Петрохиль, значит, там крестом крестит ее, там на ее посвечник поставили со свечой, значит, крестом ее крестит, и там наподобие того говорит, что кто там, типа, кто в теремочке живет? Кто здесь кроме такой-то-такой-то находится? Вот, но женщина молчала, значит, там все, но, а потом с семинаристами общаюсь я, а семинаристы эти там стоят, там крестятся, крестятся, боятся, потому что их научили, тоже как и в Загорске у нас учили, что если бесы будут вылетать, чтобы они в тебя не отрекошить, или надо как бы отбиваться, блоки ставить, шаолинь такой. Да, и вот там так получилось, да, и мне говорили, что, значит, да, есть такие проявления, хрюкать, все, но, понимаете, вот, многие эти хрюкающие, лежащие, они десятилетиями хрюкают, не освобождаются. У нас есть такие случаи, вот, одна сестра у нас в церкви, там, Люда, когда я пастырствовал, намучились мы с ней, конечно, она из монастыря была привезена, ну, просто в психушку, и ее монастырь сдал психбольницу, потому что она уже стала невменяемой, значит, а с ней получился припадок, она вообще здоровая была, женщина здоровая, значит, и нетипичный был случай такой, потому что в родстве у нее не было психбольных, таких вот, именно вот этих, каких-то страшных заболеваний, значит, и даже врач, родственникам ее, какой-то там профессор, психиатр, он, значит, сказал, что, извините, но в таких случаях мы обычных бабкам посылаем, потому что, это, ну, это не медицинный, это, это что-то такое ненормальное, нетипичное, потому что у нее в родстве все здоровые люди, и она была здоровой женщиной, значит, но с ней случился такой припадок, а предыстория такая, что, значит, у нее муж был, значит, да, девочка, дочка, подросток, значит, и она такая религиозная, значит, такая женщина, и она стала ходить, не просто ходить в лавру, туда, Киево-Печерскую, в московский полиархат, она стала даже и служить там, то есть, ей давали послушание, и она вообще повар хороший, и она там где-то там что-то готовила даже, и вот, а потом что произошло, значит, они там на исповеди регулярно бывали, у старцев этих, архимандритов этих, и этот старец ей, духовный отец этот, он, значит, научил ее, что якобы ему там как-то открыто было, что она монашка вообще, ее судьба, судьба быть монашкой, она там, чуть не в истерике, у меня же муж, у меня ребенок, а это как у тебя от лука, он говорит, значит, от бога у тебя, это вот быть монашкой, короче, убедил ее со временем, и она мужу объявила, что так и так, что ты от лука у меня, и, значит, ну да, она ушла в монастырь, короче, муж там женился на другой женщине, девочка оказалась чуть ли не на улице вообще, вот дочка ее, а она оказалась, значит, в монастыре, в женском монастыре там на Подоле, там монашествовала несколько лет, ну и в лавру их регулярно возили тоже к мощам, и она хотела уйти уже из монастыря, потому что ей, ну, сообщали, приходили там просто какие-то, сообщали, что твою дочку видели где-то там, ну, в подворотнике живет, это вообще никому не нужно, вот, а уже, ну, уже взрослеющая, девочка такая, одна просто, и она хотела найти ее, но там, манипулировали так умело, и что значит, что так, а так, раз ты уже обещалась, ты уже монашка, все уже, там уже Бог позаботится о них, о всех, а вот ты должна вот только лишь вот здесь вот в монастыре быть, а если уйдешь, то все проклятие придет на всех сразу, вот, их в монастырь в лавру возили, и там есть мирночилы главы, так называемые, то есть это черепа неизвестных святых, вот, значит, вообще неизвестно кого, невест кого, вот, и их возлагали на этих монашек, там, значит, на этих паломников, и мазали с этих черепов маслом, ну, такой сатанинский, откровенно, культный обряд, ничем общего с христианством не имеющий, конечно, но он процветает по сей день, и не только в Киеве, значит, и вот, в Загорске, в 88-е годы, я был свидетелем подобных же сатанинских, по сути, обрядов, но я не знал, я думал, что это надо же, силы божьи какая, думаю, надо же, там тоже хрюкали, тоже визжали, там, и тоже костями, значит, там, черепами, там, сейчас думаю, знаете, вот, камера была бы, значит, записать, вот такое, и там, это, можно было какой-то фильм ужасов снимать, вообще, представьте, монахи, там, с этими костями, значит, с этими черепами, значит, там, люди визжают, там, хрюкают, вообще, там такое, что спецэффектов не надо даже, значит, и вот, и, что произошло, значит, с той людой, значит, на нее, когда возложили череп, этого, какого-то там, святого, неизвестно, помазали маслом, она потеряла сознание, очнулась уже психушке, вот, у нее был первый приступ такой, вот, потом ее, там, чем-то лечили, снова в монастырь отвезли, а с ней стало это уже регулярно повторяться, вот, то есть, вот первый случай, она это помнит прекрасно, вот, с ней был как раз, когда вот эти, вот этот череп возложили на нее, и помазали маслом, вот тебе и магия церковная, и, значит, и, а потом с ней все чаще и чаще, все хуже и хуже, в конце концов, монастырь уже от нее отказался, ну, кому нужна такая уже больная женщина, ее просто привезли в психушку, и сдали, и все, ей никому не нужна была, это благо, что нашлись родственники, которые хотя бы, ну, стали, хоть заботиться о ней, а так, в принципе, никому не нужна вообще, вот, и, когда ее привезли Люду первый раз, знаете, я смотрел, просто овощ, она никого не узнает, вообще, ни своих родственников, не реагирует вообще, вот, просто овощ в коляске сидит, значит, так вот на этой, возит ее, значит, приподнимает ее, там, снова пересаживает, вроде, молодая женщина, но такая вообще, вот вообще никакая, и, конечно, это была страшная ситуация такая, молились, запрещали бесам, вот, во время первой молитвы, было чудо уже, там родственники плакали, потому что она стала узнавать их, она стала хотя бы реагировать, хотя бы, они, уже, до того, до этой молитвы именно, она вообще не, на кого не реагировала, но правда потом было очень тяжелое освобождение, я даже, честно говоря, ну может не имел опыта такого сильного, но, несколько лет с ней было, то лучше, то хуже, то лучше, то хуже, молились за нее, знаете ли, а потом, стали замечать, и мне это стали рассказывать, что за ней стали замечать, Вот, а только она освободится, да, все нормально по первости, а потом у нее опять такие мысли, она приходит опять как туман, такая вся такая мрачная какая-то приходит и, ну, уже говорит, что так и так, вот, а как же матушка Богородица, а как же святые, я, наверное, предательница своей веры, значит, все. И как только вот замечает, она где-то там говорит с кем-то об этом, все, буквально через некоторое время там какое-то с ней снова плохо остановилось. И потом решили так уже молиться за нее, чтобы она сама осознала и отреклась уже, вот, когда она сама уже отреклась уже, все, во имя Иисуса Христа, там, отрекаешься от молитвы Богородицы, святым, там, все там, вот, после этого уже молились за ее освобождение уже, вот, и она вот уже тогда уже освободилась уже, все уже. Вот, и даже, кстати, врач, который там в этой больнице Павлова там дал ей справку эту о том, что она здоровая, мы в первый раз, значит, по этим всем диагнозам, этим, да, вот, таким больным даем справку женщине, чтобы она, ну, могла работать, чтобы она здоровая женщина, что она свой бизнес начала, значит, там, значит, там, и платит людям деньги, то есть для врача это была просто сенсация вообще, что такое вообще возможно, с такими страшными последствиями, казалось бы, болезнь должна была быть. И, знаете, элементы белой магии, черной магии, они и те, и другие есть, к сожалению, вот, да, и наши методы, это божьи методы, а, кстати, они такие, они подобные. Кстати, в Орле тоже я встречал одну женщину, она, это, пела на клиросе в хоре, да, церковном, где когда-то я руководил как раз хором, где тоже я пел, читал на клиросе, она попозже пришла, правда, вот, и эта женщина, она регулярно тогда приезжала в Псково-Печерский монастырь, к Иоанну Крестьянкину. И даже, насколько я знаю, она была как бы из его духовных дочерей, то есть регулярно, каждый год как минимум у него там исповедовалась она, значит, и приезжала туда, где бы ни проживала, приезжала в Псково-Печерский монастырь определенный, там, какое-то время там проживала. И вот, и потом встречал я ее, уже будучи реформатором уже, уже выйдя из традиционного православия, и она мне рассказала такую историю, что она ездила туда, ну, могу быть не точно, но лет 30, можно сказать точно, лет 30 она ездила каждый год туда, но потом перестала ездить. И, значит, а я спрашиваю, а почему перестали ездить вообще? Она говорит, я сейчас уже больше не езжу, уже пару лет вообще, ну, даже зареклась, больше не ехать туда. Говорю, а почему вот вы, ну, решили не ехать-то туда больше? Нет, даже не пару, больше уже лет. Она сказала, что вот те же люди, что и 20-30 лет назад, когда вот она стала приезжать, они хрюкают, визжат, те же самые люди. Бывают некоторые другие, они те же самые, они им покричат, покричат, вроде как полегчает, потом опять, значит, опять 25. И она перестала даже ездить, чтобы и не расстраиваться собой, и вообще, значит, там, и даже, по-моему, тогда же крестьянка, он перестал там эти делать вычетки, потому что он, ну, сам разочаровался в том, что, ну, в этом служении освобождения. У него же там пещера, где они мощи закладывают. Ну да, ну да, там мощи все. Показывают это как чудо, что вот тела сохраняются. Ну да, там и гробницы бандита этого, одного из криминальных авторитетов там 90-х. Люди платят деньги. Да, 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 люди платят, что там. Один знакомый юрист в Киеве, значит, рассказал мне историю такую среди юристов, но он такой, ну, не дешевый юрист, то есть, как бы, такие дела ведет хорошие. И, значит, и однажды там к одному богатому человеку вызвали их, этих юристов, ну, по-разному вопросу, значит, по недвижимости, там, по уголовному, там, по чему-то еще. Ну, поняли, что дело какое-то будет очень грязное и скандальное, видимо, потому что, ну, таких, именно, таких опытных юристов, дорогих. И вот, значит, и, а у них уже такая примета сложилась, у юристов, когда клиент какому-то приезжает, приезжает, да, если, говорит, чем больше у него иконостас, тем грязнее будет дело. И, говорит, мы к этому дядьке заходим, а у него, вот сзади него иконостас под самый, говорит, потолок, там хоромы такие, дворец, под самый потолок иконостас, все в золоте, в серебре. Мы поняли, дело будет какое-то, говорит, точно. Очень приятно. Да, и точно, говорит, мы всякое видели, там юристы были всякие, но такого, говорит, выходили, плевались. Но, правда, хотел хорошо, значит, чтобы отмазывали, отмазывали его. Но, знаете, вот на самом деле, люди пытаются, видимо, вот этими иконостасами, просто закрыться, как бы, совесть свою, там, как бы, значит, да, вот, значит, прикрыть, как бы, вот, безобразие своей жизни прикрыть. То есть, вот, религия позволяет, наверное, это сделать. Люди, как обычно говорят, чтобы, значит, как бы, Высоцкий пел, помните, Высоцкий пел, что, а в России купола кроют золотом, да, чтобы чаще Господь замечал. Вроде считается, что Бог заметит этот купол, этот храм, значит, этот, а я вот, благодаря вот этому, как бы, строительству храма, там, этим иконам, этим пожертвованиям, вроде как бы, откуплюсь тогда, получается. Ну, Бог уже, как бы, уже, вроде как бы, уже, можно с ним договориться уже даже. Ну, это, опять-таки, это магическое такое отношение. Это как вот, я общался с одним, там, чиновником, один из заместителей этого, губернатора, Ямал-Ненецкий, а в том многое, как бы, сказал. И, значит, и, а этот чиновник вылетал, там, с другими, какими-то должностными лицами, туда, прям, к океану самому, северному, как они говорят, там, ядовитому океану. Туда, значит, вылетали, и у этих местных народов, у немцев были они, значит, и они все, ну, там, шаманизм и православие, вот, и, как бы, такой симбиоз. И, вот, значит, они заходили в эти чумы, не чумы, ну, дома в эти, да.